Сегодня мы отправимся прямо сейчас с экскурсии, с обзорной экскурсии по столице Удмуртии, по городу Ижевску. Увидим основные достопримечательности, памятники. Ну, по центральной исторической части, разумеется, мы проедем. Итак, напомню, площадь оружейников, где мы с вами оказались, является самой старой площадью в Ижевске. Ижевск появился, как официально считается, у нас в 1760 году. Это связано с основанием железоделательного завода. Наследие от него – это Ижевский пруд, огромный по масштабам, созданный, внимание, вручную в 1760 году. Ижевский оружейный завод. Вот такой вот символ, эмблема Ижевского завода. ИОЗ, три буквы. Это вензель, который обозначался на оружии в качестве хлеба, холодном и огнестрельном оружии, произведевшемся в Ижевске. Ижевск, привет! Друзья, мы находимся в музее Кузьба и Герда в Ижевске, Удмуртская республика, ее столица. А я использую крупорушку, аналог столетней, вековой давности инструмента, которым перетирали крупу. Вот, за время экскурсии, на самом деле, тут уже намололи заготовку, и пора бы испечь хотя бы одну булку. Это ручная жернова с местным названием крупорушка. В серединку засыпается зерно и размалывается, ну, не до состояния муки, но до состояния крупы, то есть несколько частей оно дробилось. Вот как это выглядит. Вот эта крупорушка, она, конечно, очень маленькая и легкая. Так, крупорушка, она еще и собственной тяжестью своей, она практически каменная уже от использования, от времени. И она перетирает гораздо лучше. Но, тем не менее, посмотрите, то, что мы сюда насыпали, уже превратилось практически в пыль. За время таких вот экскурсий показывал, так что вполне рабочий инструмент, я считаю. Именно таким забором удмуртские народы защищали свои огороды. Не только от недоброжелателей, но и для того, чтобы скот не выбежал наружу. Представьте себе, ни один из соседей не позволял себе просто так перелезть или пролезть через забор. По обычаям удмуртского народа считалось, что если ты пролезаешь через такой забор, то твоя душа застревает между прутьями. И таким образом тебя наказывают всевышние силы. Но если говорить о всевышних силах, то сейчас мы вам покажем, на чем же играли удмуртские народы в старину. Этот инструмент, я думаю, вам знаком. Это гусли на русском языке, на удмуртском крещ. И крещ это не был просто музыкальный и веселительный инструмент. Вот перед вами был Джим Крещ, великие гусли, великий крещ. На них играли шаманы удмуртские, когда обращались к богам. И посмотрите на форму еще музыкального инструмента. Она выбрана не просто так. Она напоминает распахнутые крылья птицы. То есть она как будто сейчас взлетит вот так в небеса. Удмурты считали, что с помощью мелодии креща слова могут взлететь, и там их слышат боги. Вот такая красивая легенда, красивый музыкальный инструмент. Гусли всегда считались инструментом, который доносит твою мелодию на небо богам. Именно поэтому гусли были практически в каждом доме. Хотя бы один член семьи обязательно умел играть на этом инструменте. Ну а что касается передачи сигналов и настройки коммуникации между селениями, особенно в трудную погоду, такую как снегопады и дожди, и на этот случай у удмуртов тоже был свой секретный инструмент. Интересный, самобытный, необычный инструмент. Называется он тангара. Его устанавливали на околице деревни, на самом высоком месте. И давайте послушаем тангару. Каждая доска издает свой собственный звук. Самое интересное в этом музыкальном инструменте то, что тангаруи пользовались не столько как музыкальным инструментом, сколько как средством связи. Зимой, когда дороги заносилось снегом, вот сегодня яркий пример снегопада, который может проходить зимой, деревня просто становилась изолированной от внешнего мира. Леса кругом, никаких средств связи, ни телефона, конечно, ни интернета. Поэтому с помощью вот этих звуковых кодов можно было отправить сообщения во внешний мир. За околицей на высокие деревья подвешивали еловые бруски абсолютно разной длины и ширины, что позволяло использовать их как клавиши ударного инструмента. Причем от высоты и силы удара зависела октава, издаваемого брусками звука. Таким образом, в лютую пургу и злую непогоду удмурты могли передавать тревожные и позитивные звуки. Примерно такие звуки, которые я сейчас воспроизвожу, звучащие как тревога, и сигнализировали между поселениями какой-то срочный сбор, либо чье-либо нападение. Но что-то более энергичное считалось приглашением на свадьбу. Ну и удмуртский пельнянь, как я уже говорила, он должен быть обязательно вот такой формы. Обязательно краешки пельняня не защипываются, чтобы внутрь попадал бульон. Обязательно начинкой пельняня рубленое мясо, а не фарш. Обязательно в него добавляется капуста, то есть чисто мясных пельменей. Я, честно говоря, попробовала, только приехав в Ижевск. Всю мою жизнь, которая жила в удмуртской деревне, я не знала, что можно есть чисто мясные пельмени. И мне долгое время, ну, до сих пор мне не вкусно. Чисто мясо капустное. Конечно, в летнее время делали из капусты, творога, квашеная капуста, речка, крапива. Все, до чего может довести фантазия, это все опускалось дело. Примерно так торжественно выглядела кухня невесты. Вся семья готовилась ко встрече семье жениха. Если вы вдруг подумали, что сверху висят тряпки, то нет. Если вы приглядитесь лучше. Так выглядела ткань рубашки, которую невеста готовила, как приданная для своего жениха с самого-самого детства. Почему же они были недошиты? Наш экскурсовод нам поведал, поскольку невеста никогда не знала до свадебной встречи, какого размера ее жених, рубашка не дошивалась. Кроме того, рубашки она должна была приготовить на всю мужскую половину родственников своего жениха. Именно поэтому рубашки часто очень висели без рукавов, манжетов и воротничков. А пуговицы точно так же не пришивались. Один из самых любимых танцев называется «Дыркушон». Женщины всегда, они как уточки. Ну, в принципе, на этом у меня все. Можете задавать вопросы. Танк Калашникова напоролся на огонь артиллерийской батареи противника. Был подбит. Калашников получает тяжелейшее ранение. Левое плечо осколком брони танка. Истекает кровь, потирал очень много крови. Контузия, теряет сознание. Очнулся уже в госпитале. А дальше начинается госпитальная история. История уже связана непосредственно с разработками первого его боевого оружия. С первых дней войны его мучают. Почему у нас так недостаточно автоматического оружия, да? Большая палата, много раненых, военные, разные рода войск. Какие-то обсуждения все время о преимуществах, недостатках разного рода вооружения. В библиотеке госпиталя он обнаружил литературу, посвященную конструированию стрелкового оружия. Уходит с головой в эти книги. Появилась тетрадка, какие-то расчеты, чертежи. В итоге он выписался из госпиталя в октябре 1941 года уже с такой оформившейся идеей создания кистолета, пулемета. Идет война. В условии войны разработка оружия нового не стоит на месте. Оружие всегда разрабатывают под какой-то конкретный патрон. В нашей армии в годы войны было два основных патрона. Вот здесь на фотографии высокий и длинный патрон – это винтовочный. Маленький патрон – пистолет. Калибр у пуль был одинаковый, 7,62, только длина гильзы. Но вот длина гильзы, она влияет на прицельную дальность. Да, из винтовки, естественно, дальше стреляет, нежели из пистолета. Вообще, Вторая мировая война показала необходимость качественно иного вооружения. И в 1943 году появляется у нас патрон, он так и назывался промежуточный. Пуля была такая же, но гильза больше, чем пистолетная, но меньше, чем винтовочная. Под новый патрон объявляется конкурс на разработку разных видов вооружения. Самозарядный карабин. Калашников сначала работал над этим карабином. Но потерпел тоже фиаско, да, вышел победителем Симонов. Затем ручной пулемет, тоже победителем вышел Василий Алексеевич Тегтярев. А вот в 1945 году будет объявлен второй конкурс на разработку автомата. Калашников вступил в этот конкурс. Его проект был одобрен, и Калашникова направили на Ковровский механический завод. Город Ковров, Владимирская область, это родина автомата Калашникова. Вообще, что есть автомат Калашникова? Это вершина коллективного труда. Это отнюдь не один Михаил Тимофеевич. В декабре 1947 года выявились три лидера. Булкин, Дементьев и Калашников. По сути, все образцы этих конструкторов, они особо ни в чем друг другу не уступали. Но после проведенных полигонных испытаний, когда оружие испытывали не только на кучность стрельбы, но еще на живучесть, жестко ребята испытывали. В болоте топили в болотной жире, в воде замачивали, нагревали, охлаждали, охлаждали, нагревали, стреляли грязными, горячими, мокрыми патронами, бросали с высоты на бетонный пол. Так вот самую высокую живучесть показал именно образец Калашникова. И он был рекомендован для дальнейшего этапа испытаний. 18 июня 1949 года автомат Калашникова будет принят на вооружение в Советскую армию, военно-морской флот. На сегодняшний день автомат Калашникова – это самое массовое оружие в мире. Более 100 миллионов произведено. В армиях 60 с лишним стран стоит официально на вооружение. Производится тоже во многих странах. Здесь представлены образцы произведенных в странах Восточного и Восточного. Друзья, с нами Ольга Николаевна Туктырева. Я ее вижу как продюсера бабушек из Буранова, но она нам скажет, так ли это. Я не продюсер, я художественный руководитель коллектива. Ольга Николаевна, замечательный концерт Вы подарили туристам из Тольятти и Самары. Расскажите нам, пожалуйста, прошло 8,5 лет познаменательного события с Евровидением. Что было за эти 8,5 лет позитивного, самого яркого для Вас? Самое яркое, я считаю, что изменилось внутри у бабушек. Они поняли, что они могут никогда не населиться, они могут делать за больших делах. И о больших делах с ними надо говорить. Потому что у муртов такой менталитет, не очень скрытный народ. О своих больших каких-то планах не принято у нас рассказывать. А тут у нас так получилось, что мы заявили на весь мир, что хотим строить храм. И это очень сложный шаг был внутри сделать бабушку. Надо было через свой характер перешагнуть. И они это сделали. И они открылись. Они открылись миру. Представляете, какая красота. Мы обыкновенные сельские женщины, не имеющие бы музыкального образования. В лаптя. Уже в преклонном возрасте сунулись шоу-бизнес. А еще тем более в Баку на Евровидение поехали. Вы представляете, как это? Вот как внутри у нас все это происходило. Это же страшное дело, по большому счету. Были слезы. Бабушки плакали под одеялом. Кто-то забивался в туалет, плакал, потому что никак не мог выучить этот парктивный английский язык. А прославились мы только благодаря тому, что рискнули перепеть на удмуртском языке известные хиты. Мы это проводим в игровой форме. Мы будем петь известные хиты. Вы угадывает. Ну что, готовы? Играем. Ну что, пока она вручает, мы поем дальше. Спасибо. Это слово золотой, правда. Так, что такое слышнее навык? Музыка. Музыка. Они все знают, бабушки. Да, да, дым над водой. Моим родителям по 60 лет. И мне становится страшно, когда люди вокруг, их кто-то вдруг случайно окликнет дедом или бабушкой. Ваш коллектив не стесняется себя так называть. Хочу вам привести пример коллаборации, которая наверняка выстрелит. Я уверен, что к вам очень по-доброму отнесется человек, который не может в своем творчестве без бабушек. Этот человек, его зовут Александр Лева. Для него бабушки всегда были девчушками, девчушечками. Расскажите, пожалуйста, не было ли у вас идей коллаборации именно с ним и с другими артистами? У нас своих мыслей по этому поводу не было. У нас планов никогда не бывает каких-то таких грандиозных нестрой, но как-то из-под воль получается. Вот подвернулся человек, предложил, мы идем на контакт, принимаем идею. А бывает, что не принимаем. Но чаще принимаем, потому что бабушки сейчас уже теперь открыты каким-то новым делам, каким-то новым интересным проектам. И с Тимати, например, они прям подружились. Хотя изначально я очень боялась этой встречи с ним ночью в 11 вечера. Он в очках черных пришел, весь в татуировках. Я думала, сейчас что-нибудь такое лягло бабушка. И вот тут Галина Николаевна подошла и говорит, сними пи очки, что-то, господи, их не видно. Может, у тебя какие-то там долги есть? Да, я тебя обниму. И все, человек наш. И он обыкновенный парень. Внук, как внук. На конкурсе, на 12-м же году он тоже участвовал. Он же первый подошел и сказал, бабушка, я же вас люблю, я же за вас. Я-то еще молодой, у меня все еще будет впереди. Это ведь очень дорогого стоит. Так, надо что-то вообще изрядово выходящее. Я-то на что. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну что, есть варианты? Ну как это? Очень известная композиция. Может, мы как народную, конечно, поем? Это я специально сделала так. Это Бурановская старинная наша песня. Мы же не можем в сухую проигрывать. Давайте пригласим с вами туристов в город Ижевский, в деревню Бураново. Со всех русскоговорящих стран. Да и не только русскоговорящих вас смотрят, следят за вашим творчеством. Мы бабушки и удмуртки. И мы немножко осторожны в своих высказываниях и своих приглашениях, потому что все же у нас есть возраст. И когда говорят, что надо открыть туристический маршрут к селу Бураново, я не совсем с этим согласна. Я согласна, да. Будмуртию, да. Обязательно Будмуртию, потому что это уникальная республика. А бабушки мы будем принимать тогда, когда мы будем наполнены. Вот такие встречи происходят не так часто, но они получаются. Потому что если будет чаще, опустошаться бабушки и дарить тепло, и любовь будет сложно. Нам надо время, чтобы мы наполнялись и уже наполнены, давали людям радость и надежду. Поэтому надо тихонечко. Самая любимая фраза у удмуртов. Как поживаешь? Тихонечко. Вот тихонечко это дело надо делать. И тихонечко звонить, договариваться с нами, приезжать, пообниматься, попеть вместе, посидеть. Вот таким образом я вижу это. А в Удмуртии, да. В Удмуртии открыто. Для туристов сейчас в Удмуртии открыто. Есть уже места очень интересные, очень увлеченные люди. Мы же все равно приходим к людям. Нам же интересны люди, а люди интересны и живут в Удмуртии. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Пока земля еще вертится, пока еще ярых свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня. Дай счастливому денег и не забудь про меня. Дай земля еще вертится, Господи, твоя мать. Дай рыбушемуся к власти на власть во вас косла. Дай бередышку щедрому, хоть на исходе дня. Я знаю, ты все умеешь, и я верю в мудрость твою. Ты, солдат, убери, что он проживает в раю. Как верит каждое ухо тихим речам твоим, Так веруем мы с вами, не ведая, что творим. Господи мой Боже, зеленоглазый мой, Пока земля еще вертится, и это и странно самой. Пока еще хватает времени, я не знаю. Дай же ты себе понедлогу, и не забудь про меня. Уй, кире, мыстан, ваннесты, дачи, лыко, колы, петь. Бабушки из Буранова, спасибо! В начале 20 века через Сарапол проложили железную дорогу. В годы Великой Отечественной войны она играла важное стратегическое значение. Сюда прибыло больше 20 госпиталей. До этого и посвящен вот этой эвакуации, Прибытию сюда раненых, вот этот памятник. Это фрагмент самых настоящих рельс старинных. Но сейчас посмотрим на барельеф. Это Надежда Андреевна Дурова. Именно на этом месте стоял дом, в котором жила будущая кавалерист-девица. Отсюда она совершила свой знаменитый побег. Побег на фронт в войне против французов. Здесь жил ее отец Андрей Дуров. И он был городничем Сарапула. Городничь – это мэр города по-нынешнему. Безмалова был 30 лет городничим. То есть его выбирали несколько раз на эту должность. Настолько был уважаем среди горожан. Это купеческая дача. Очень уникальное место. Оказаться в Сарапуле, не увидеть дачу Башенина, значит не быть в Сарапуле. Кенос от слова «кен». Кен – это сноха. К снохе по имени не обращались, обращались кен. Ко всем. Если в одной усадьбе могло проживать несколько семейных пар, то ко всем снохам обращались кен. Старшая кен, младшая кен, средняя кен. И для каждой семейной пары строили вот такие летние домики, которые называются кенос. Вот в таком кеносе жили молодая пара. Невесте в день свадьбы в доме жениха одевается головной полотенцей чалма. Вот он висит, чалма. Убирает волосы под чалму. Уже волосы показывать замужней женщине нельзя. Поэтому, раз она тут в летнее время живет, тут у нее хранится сундук с одеждой. Тут она переодевается, одевается, спит вот на этих нарах под пологом. В таком же кеносе молодые девушки незамужние устраивали девичники, которые так и назывались шитье полога. Нет, здесь я не живу, здесь у нас только вот рабочая. Живем? Живу я в отцовском доме, отцовский дом в книге тоже есть. А я же свою фотографию там не показала? Нет, покажите. А какая я была? Покажите. Вообще, парни-то с ума сходили? По мне-то, мальчики. Мы с вами сидим в доме, который мы построили. В доме где-то жил когда-то Матвей, брат Михаила. Вот этот дом. Жизненный цикл у дмуртов состоит из трех свадеб. Первая свадьба – это рождение ребенка. Когда ребеночку исполняется 40 дней, мы проводим свадьбу ребенка. Нуны-Щуан. Проходит очень весело. Все связано с деторождением. От одежды до танцев. Все связано с деторождением. Вторая свадьба – это у нас совершеннолетие. Когда выходим замуж, когда женимся уже по-настоящему. Свадьба. И третья свадьба – ерпыт, щетон. Дать голову, ноги или для умершего. Свадьба наизнанку. Свадьба-перевертыш. Сейчас мы с вами переходим к первой свадьбе. Для этого мне нужна бабушка. Кого бы мы хотели бы одеть бабушкой? По одежде можно определить возраст у женщины. Со спины особенно. И вот когда проходит детородный возраст, бабушки одевают, снимают чалма и одевают пелькишет. Ушной платок. Вот беленький такой на татарский манер. Я вам говорила, что все связано с деторождением, даже продукты питания, да? Табани с дырочкой означают, что девушка потеряла свою девственность. Мужские табани пекутся, чтобы молодая пара восстановила свои силы для следующего зачатия. Сватовство до сих пор у нас сохранено. Когда приходим в дом к невесте, мы спрашиваем, что вот слышали, что у вас есть телочка на продажу. Нам отвечают, да, проходите, есть у нас телочка. Но считалось первого раза не очень хорошо выдавать замуж, потому что подкрадываются мысли, что хотят побыстрее сбагрить. Набивали цену невесте, приходили второй раз и третий раз. Сторона жениха берет с собой нюхательный табак. Если они берут, при этом нюхают и всячески нахваливают, какой крепкий, да какой душистый, ароматный у вас табак, и при этом дружно чихать начинают, это означает, что они согласны выдать свою дочь замуж. Когда свадьба идет у невесты, жениха тоже не берут с собой. Отдельная свадьба без жениха. Такой девичник, типа, да, невесту привезли в дом к жениху, и тут идет демонстрация женихов. Невеста сидит под покрывалом, и жених ни разу не видел свою невесту. Идет знакомство на свадьбе. Вот, моя бабушка вышла замуж вот в этот дом. Она не знала, за кого выходит замуж. Она была из старой садинки, из другой деревни. Теперь минуточку внимания, что это все означало. Это не просто вот такая вот игра. Это все очень серьезно, ребятки. Во время женского танца идет зачатие. Как будто бы мы зачали новое дитё. Во время мужского танца мы узнали предмет, чем сделан ребенок. С молодого папы пытались тянуть штаны, чтобы узнать, чем сделан этот ребенок. Но, как правило, молодые папы или убегают, или одевают двойные штаны, и туда нашивают овощи для смеха. Ну, а дедушки, которые совсем уже готовы, они уже сами готовы все показать. Ну, а там смотреть-то уже нечего. Девушке одевается головной полотенце чалма, который является ежедневным оберегом замужней женщины, который она носит до тех пор, пока не становится бабушкой. Чалму крепят налобной повязкой, и, конечно же, у нее будут всяческие украшения обереги. Колым за невесту, за кумышку, которая в бочке просидела со дня первой свадьбы до второй. И мы просили требовательно, дайте нам эту бочку с кумышкой, если вам жалко, зачем вы привели нашу сестру. Сейчас они будут угощать этой кумышкой. В удмуртской свадьбе кумышка должна литься рекой. И если кумышка не льется рекой, значит, свадьба не удалась. Поэтому угощают из прихвата, из ухвата, из воронки, из лопаты. Вот что интересно, мужика никак не проверяют, да, в день свадьбы второй. А невесту проверяют, какая она, во-первых, рукодельница. В день свадьбы из сундука все вывешивается вдоль стен. Это висит, может, неделю, может, месяц, пока не посмотрит, не налюбуется вся деревня. Все кости не промоют невесте. Рукастая она, не рукастая. Потом в день свадьбы она должна печь штабани. Умеет она печь штабани? Не умеет. Если умеет, значит, семью прокормит. Затем введем к роднику за водой, чтобы полные ведра она натаскала. И также у родника несколько капель на голову освещения невесты, на голову, на пятки, и чтобы она, как вода с родника вливается в реку, так же она влилась в новый род. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Заказывайте лучшие туры на rumptour.ru